Прабхупада в Венесуэле. Найди этот стих. Они говорят, что всё во Вселенной постоянно стремится к беспорядку. Всё дезорганизуется, расстраивается. Вселенная стремится к полному хаосу. Но ведь их опыт свидетельствует о том, что когда-то возникла строгая непорядочная система, они наблюдают упорядоченную систему. Мир вращается, крутится, солнце и другие элементы этой превосходной системы. Это очень сложный механизм. Но они не будут спрашивать, а какова причина этого? Если всё приходит в беспорядок, то кто же установил изначальный порядок? Они об этом не спрашивают. Все задают этот вопрос, но они лишь говорят, у нас нет возможности это понять. «Значит, вы негодяи». Потому что у вас нет возможности. В больнице много голодных пациентов. Почему они о них не говорят? Почему их не накормить? Это разрешат? В разных больницах лежат тысячи пациентов, и они голодные. «Идите и дайте им пищи». Почему они не идут туда? Потому что сверху распорядились. Как бы там ни было, они голодают по определенной причине. Большинство людей не понимают, что страдания выделены людям по карме. Они думают, что это произошло случайно. Но мы видим, что люди добровольно голодают. Они также голодают. Дома у них не хватает пищи, но тем не менее они голодают. Почему? Почему они не идут туда? Они полностью разочаровались в своих семьях. Но они так или иначе, в любом случае, голодают. Есть много тех, кому приходится голодать. Вывод таков. Голод – это один из факторов этого материального мира. По всему миру столько людей гниют в тюрьмах. Почему? В этом виноваты другие или они? Божественная милость Ачеба Активданта Свами Прабхупада «Вскоре приедет сюда, и мы подготавливаем храм к этому событию». Здесь, в своем садике, он разговаривает с известным адвокатом Венесуэлы и доминиканским послом в Турции. Вот поэтому современное образование способствует греховной деятельности. Законы природы столь строгие, что если мы идем по этой траве и давим муравьев и насекомых, мы ответственны за это. Поэтому, пока мы не посвятим себя делу Кришны, мы будем подвержены наказаниям за множество преступлений. Например, ваши законы говорят, что если кто-то совершит убийство, его накажут. Люди создали законы, присуждающие наказание убийцам людей, но если он убьет муравья, его не накажут. Однако, по законам Бога, вас накажут как за убийство человека, так и за убийство муравья. Во время своих утренних прогулок его божественная милость каждый день дискутирует над темой ценности человеческой жизни и ее предназначения с точки зрения духовного понимания. Ученики и друзья, а также важные персоны со всех концов света задают его божественной милости Чили Прабхупаги вопросы, а он объясняет все очень просто с позиции духовного опыта, высочайшей природы этого движения Санкертаны Господа Читани Махапрабу. Одна сторона закрыта от солнечного света, и кто-то может сказать, «Эта сторона лучше другой». Хотя это просто навоз, но поскольку верхняя сторона сухая, он говорит, «Эта сторона лучше». Подобным образом вы должны умереть, но они думают, что смерть от голода или в автомобильной катастрофе – это плохо. А вот так умереть – хорошо. Но когда вы предлагаете им остановить смерть, они не слушают вас. Так в чем противоречие? Все находятся под контролем. В чем противоречие? Сегодня они говорят одно, завтра другое. Это означает, что они негодяи. Негодяи. Вы не можете говорить, потому что не обладаете знанием. Вы говорите, возможно, может быть, какова ценность такого знания? Тогда не говорите вообще. Обезьяна очень занята. По каждому поводу начинает трястись. Без всякой необходимости. И люди в Индии кричат, «Гоните, гоните ее!» Но они думают, что они очень заняты, что они очень важные персоны. Очень маленькие мозги и большой рот. У него хорошие способности поймать кого-нибудь, но нет возможности никого поймать. Это мужчина. 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 Кушать нечего. Он приглашает кого-нибудь из нас. Чем больше вы распространяете, тем больше вас признают. Мужчина. 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 Нет, он говорит, что человек — это совершенное сознание. Никто не может создать ничего более совершенного. Какое совершенство? Почему тогда вы умираете? Вам же это не нравится. Никто не хочет умирать. Где здесь совершенство? Он говорит, что из-за страха смерти человек выдумывает Бога. Тогда остановите смерть, и мы не будем думать о Боге. Итак, следуйте совету Рупа Гасвами. Первое — это энтузиазм. Я должен увидеть Кришну. Вы видите Кришну, Божество Кришны, и Кришна не отличный. Но вы можете увидеть его даже лично. Мы просто должны продолжать с энтузиазмом. Энтузиазм значит все делать очень серьезно. Уцехат и Дхариат, и терпеливо. Хотя мы решительно настроены вернуться домой, к Богу. Вы должны терпеливо следовать правилам и ограничениям. Итак, это шесть принципов. Энтузиазм, стойкая решимость, терпение и следование регулирующим принципам. Сату-бритте, значит, мы должны быть очень честными в своем поведении. Мы не должны быть лицемерами. Наши отношения должны быть очень честными, решенными двуличия. Саттатама-праваттана и саду-санга. Мы должны общаться с преданными. Если вы следуете этим шести принципам, а именно проявляем энтузиазм, решимость, терпение, следуем регулирующим принципам, честному поведению и общаемся с преданными. Спасибо вам за то, что вы приняли меня в этом храме. Я был очень счастлив. Итак, я прошу вас продолжать свое преданное служение с глубокой верой и решимостью. Тогда вы сможете увидеть Кришну лицом к лицу уже в этой жизни. Это факт. Я благодарю вас за вашу позицию. И мне очень нравится быть здесь. И я хочу сказать, что вы следите очень структурно и структурно, с вашим поведением, чтобы в этом видео вы можете увидеть Кришна Кара Акады. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok